Если хотите, закажите меня Евгению Панасенкову, чтобы он обо мне обзор сделал разгромный. Наполеон лох, Наполеон лох, там все такое, да, Евгений Панасенков сразу. Что? Короче, чтобы он меня это назвал убогим, нищим, жалким, не зарабатывающим деньги, любеем, дешевкой. Дешевкой. Даже надо такое слово придумать, бля. Дешевкой. Может, мерч выпустить? Я заработаю буду бизнесменом, стану мерч. Название дешевкой. Ты дешевкая. Евгений Панасенко, ты дешевкая. Вестник дури, ты дешевка. Ежи Сармат, ты дешевка. Егор Моргинал, ты дешевка. Блин, что за бред, бля. Что за бред. Господи. Представляешь, Евгений Панасенков придет на мой выставку организовать, он придет такой, фу, это дешевка, это дешевка, ты нищий, он скажет, Сашенька, ты нищий, грязный, небритый, это что-то небритое, немытое. Только насчет голоса он не сможет сказать, потому что у меня нормальный голос, в принципе. Ну, хотя он может там наврать, типа. Голос у тебя, голосочек у тебя визгливый, я даже не смогу изобразить. Потому что я Евгений Панасенков, я сверхчеловек, а ты дешевка. Ты нищий, убогий, нищий, бездарный, убогий. Евгений Панасенков. Ой, Евгений. Какой ты великий человек. Давай, сделай на меня обзор. Например, там, например, там, Сашенька, ты бездарный, непритый, небытый, нищий, и убогий. Посмотри на свои рисульки, кому они нужны. Ты бездарный. Это он про меня скажет, где, надеюсь, Евгений Панасенков. Евгений. С большой буквы Евгений Маэстро. Великий Евгений Панасенков. Короче. Ладно, забьем на эти шутки. На всякую фигню забьем, блин, у меня не до шуток чё-то. Ух, я устал, я сейчас, типа, я уже долго слилась. Скажите Евгению, что я левак, там, что я всё такое, он сразу такой разгромный обзор сделает на меня. Нет, это просто жесть, я повешусь после этого. Нет, я правда повешусь после этого. Точнее, я спрыгнул с высоты от ужаса, если да. Ну, посмотри, разве не дешёвка такую можно нарисовать, вот что я рисую сейчас? Я же дешёвка. Дешёвка. Тюфяк. Дешёвка. Тюфяк. Не умеешь рисовать, как не берешься, Сашенька скажет нам. Ты дешёвка. Убогий. Немытый, небритый. Угрюмый, унылый, занудный. Принимаешь таблетки, фу, дешёвка. Это он мне скажет. Евгений. Евгений. Маэстро. Евгений. Унасим. Унасенко. Великий гений. Ну, а Ежесарма скажет, у меня там тоже какую-то гадость. Так что закажите. Он просто посмотрит, скажет. Дегенеративное творчество назовёт. Ежесарма, моё, моё, мои рисунки. Тоже не творчество, по рисунками назовёт. Дегенеративное. Скажет. Рисулька. Ничтожный. Нищий. Убогий. Небритый. Немытый. Слушай, какую-то чушь. Левак. Чё он ещё скажет, там. Ну, короче, всякое такое скажет, и вы получите кайф, задонатите, что он кого-то унизил. А ещё по ламброзу меня закажите. Он скажет, что я там самый опасный преступник во всём мире. Короче, полная фигня получилась. Простите, ребята. Я не хотел, чтобы так вышло. Нету денег. Дешёвко. Я дешёвко. У меня нету денег, наверное, на материалы для рисования. Я всего лишь дешёвко. А вот у этого Парасенкова и Ежи Сармады есть деньги с вами. Не дешёвко. Бермагиналов, там, донатов, там, миллиардов уже. Вот и всё. Вот и вся жизнь наша. А, ещё скажите, где я пою «Скорбь». «Скорбь на их устах, но не так устал, за три года тридцать прожил, так скажи». Ну, особенно этот Угар-Магинал, он не любит Иисуса, не любит, так что он очень мощно сагрится. Закажите. Он будет ржать, что у меня два креста, там, повсюду Иисус, везде. Как я молюсь на коленях, запишите, чтобы он поржал, Угар-Магинал. Как я на коленях молюсь перед магазином, чтобы мне разрешили рисовать, там. И покажите ещё мой антивоенный рисунок, где я, там, рисую, ну, рассказываю про него, стою на его фоне и рассказываю, что я нарисовал. Он поугарает. И Ежесармат тоже поугарает, потому что он за, за милитаризацию. Тяжкая глупость считать, что война принесла, это кажется, на первый взгляд, чем-то умный. На самом деле, это глупость считать, что война принесла прогресс человечеству. С одной стороны, это можно повестись на такую лоху, но с другой стороны, сколько она убила людей, которые могли принести прогресс человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня не берут на работу, потому что я ничтожество. Я, Александр Лёнин, Тихон Мишка. Меня нигде не берут, у меня нет ни друзей, ни подруг, ничего нет. Ну, в реальности. А те, с кем я общаюсь, у них есть мужья. Думаю, думаю, злой вариант. А может быть, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 пусть те же сармат посмотрит и скажет вот дегенеративное искусство левака дегенератов александра алёнина тихона мышкина и сольки не доучившегося которого выгнали из училища как гитлера только он не стал гитлером астон точнее они может даже меня и гитлером назовут да это будет весело какого кадра мы вам нарисовали но этот я же сармат чего панасенко скажет ну скажет там пару ласковых нищие убогие не бритый немытый какие-то свои дегенеративные по рисунке делает надо все что он стоит особенно покажите ему антивоенные рисунок он скажет фу портит стены пор это вандал типичный левак вандал портит стен скажет короче интересно что он скажет я после этого повешусь выброшусь из окна тогда я серьезно сейчас серьезные типичный левак вандал портит стены антивоенной пропаганды какой-то откуда какая может быть в россии антивоенной пропаганды если в россии супероружие которые специально поразить весь мир путин лично говорил что у нас самое мощное оружие в мире сильнее чем в америке писать америка тратит на вооружение больше чем весь мир вместе взятые используют опыт второй мировой войны немецких этих всяких ученых там военных использовал опыт имеет и нам путин говорит что и теперь но отец верит это все верят я нереально верят что у нас мощнее стало оружием них что мы способны победить весь мир то есть понимаешь его ее любовь его главная жизненная цель они кое-нибудь созидания там рисования его жизненная цель вот почему в чем проблема этой песни то чем могу делать обзоры песен у меня настроение сейчас нет этом делал задорные взоры песен нет слова нет нет фамилии задора настоящему виду здесь можно нарисовать местность если кто-то хочет можете знать мне хоть копеечку хотя зачем зачем мне выбираться и так нищий нибрид и нибрид и нибрид и любовь и как сказал веке маэстро панасенко типичный левак а а не могу найти нужного карандаша как было вот эти и 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 здесь поля работают рабочие и и и и и и и Продолжение следует... Очень проще просто вот так взять... Что все тебе скажу, что многие мужчины живут в России даже в одиночестве, и даже нет ни поцелуя, ничего, ни объятия... Что ты на это скажешь? Ты начнешь мне... Но это факт... Знаешь что... Порой это лучше, чем... Жить со стервой... Которая тебе... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...